всем привет друзья с вами а нет звука и сегодня мы заценим новую ретро стилистическую игрушку под названием приключения поппа игрушка недавно вышла в стиме и игрушка кстати от отечественных разработчиков тут кстати можно посмотреть создатели ведь прочитать имена тех кто делал игру несколько человек в общем группа ребят давайте запускать я люблю такой типа ретро 2d игрушки разные все такое типа пока скриншотом не показал что типа чпдл напомнил не знаю давайте посмотрим что за игра и так значит привет меня зовут под я добываю разные безделушки этим я зарабатываю на жизнь помоги мне найти что-нибудь полезное вернуться домой к моей семье вот такой персонаж папа не какую-то как мини-пута да давайте играть кстати почему-то игра не на весь экран идет хотя в настройках у меня full screen стоит но видите как бы рамки сверху снизу слева справа не знаю почему попробовал разные настройки но так так остается когда играешь full screen и так это гусеницы надо ее перепрыгнуть то что у нас нет ничего мы можем только прыгать сейчас опа так вот тут оружие нож теперь мы можем атаковать этих врагов блин мне не нравится заранее бить они на тебя прут и того могут просто тебя покоцать так здесь нужно пролезть запрыгнуть мы туда не сможем что он видите только вот так вот прыгает отсюда только если я даже отсюда не может запрыгнуть может быть конечно отсюда так можно вниз спускаться до не знаю можно ли отсюда запрыгнуть туда я чё-то не уверен немножко на мегамена кстати похож человечек пойдемте дальше лучше оба у их сверху как ловушка упала блин что у нас уже у нас уже одно сердечко осталось сложно какая-то игра вроде как бы детская на деле это нифига для ретро хардкорщиков походу их терпеливых а вон сверху еще ловушка я вижу может мы сможем я вот так обойти побыстрее их бить чтобы это лучше община или перепрыгивать так тут ловушка там еще ловушка блин ай один удар и мы сдохли зашибись зашибись все сначала до жесткая игра ребят слушайте но реально что-то жесткая какая-то так наверно убивать их не обязательно то что просто какие-то очки начисляют какая от них польза я не знаю от этого блин мы будем стараться по спидранить но опять-таки это может привести к фатальным печальным последствиям надо поаккуратней вот вам пожалуйста типа детская игрушечка уже уже сдохли вначале а ведь совсем недавно мы прошли полностью этот капхэт этот как его дополнение сложно сложная зараза блин опять смотреть надо везде тут так вот сюда мы не попадем совсем недавно на нашем лайв канале прошли капхэт дополнения то есть как бы скилл ты какой то есть вот тут вот в этой игре уже помираю вначале вот кстати да если что у нас есть лайв канал ребят на котором проходит стримы регулярно вот и прохождение многих игр там именно то есть например по капхэду не было никаких видосов на основном канале здесь да чисто стримы так и по многим играм короче прохождение проходит там если что заходите подписывайтесь так сказать не забывайте вступать в нашу группу вконтакте там тоже дублируются видосы и стримы есть то чего даже нет на ю тубе у нас искать эксклюзивные материалы так серьезно да серьезно да серьезно а чё так сделано то что так плохо то слушайте как цену что-то с хитбоксами ну прям странно сделали на самом деле если я подхожу близко к ней я ударяюсь если я чуть дальше то я не могу и перепрыгнуть на нее задницы то есть как там прыгать то в этом месте до счета не тупом перемудрили персонаж такой довольно ограничены по своим действиям да не очень высоко прыгает не очень далеко бьет и вот пожалуйста уже вторая смерть у нас хотя на жизнь всего осталось офигеть тут нарвался там нарвался все конец приключений поппи поппи настала папа натуральная ой слушайте ну что-то реально жесткая игра я уже чувствую меня бомбить от нее начнет так вот тут эта штука так давайте туда пройдем как-то для начала игры но жирновато тут сделали враги которые убивают тебя касаниями на плюс вот и вот как здесь сейчас ну правильно прыгнуть а или прыгнул блин реально ну чё-то как перемудрили ну чуть-чуть прыжок бы повыше мы сделали ну вот за каждую колючку зацепиться и умереть ну зашибись я ее видел я думаю я под ней проскочен из-за того что она висела рядом с нами она упала прямо на меня то есть тут надо было в данной ситуации в данной ситуации надо было ее типа вперед и назад пойти до резко так а кстати внизу я вижу какой-то зелье может подлечимся сейчас тогда так колючку не зацепиться берем и только одно сердечко да да вы серьезно давай что такое вверх можно пойти а куда нам надо я сейчас получу такой чекпоинт а это здесь нам уже не пройти а чё тут вверх нажать написано я нажимаю ничего не происходит ладно пойдемте обратно попробуем туда сходить да смотрите сохранение пошло можете по чекпоинт запутанная карта что ли вообще карты есть параметры назад в какую то так это что такое стрелька за какая-то видимо на нее надо запрыгивать а если не по айси она меня задамажит а вы увидите улитки дамажит все я чуть боюсь подождите ландай другую сторону сходе игра реально чуть пугает меня ребят реальный симулятор маленького беспомощного человечка конечно но на фоне когда я понимаю что типа графика такая восьмибитная по тенде каких-то знаете движение на фоне не хватает там травка бы колыхалась или что-то там блочка какие-нибудь не знаю так это что за банка тут теперь вообще страшно к чему-то подходить вот игре просто банка чтобы на нее запрыгнуть консерву типа здесь что у нас я могу здесь прыгнуть как-то это не повредив себя что-то не знаю я во первых вряд ли я допрыгну да нет не добрый до этого листочка ну-ка ну ладно так ладно восстановились это уже уже немножко радует такая штука она чем уже сбить можно а ее можно сбить колючку то оказывается я не знал обычно такие предметы о но это хорошо ладно это будет проще потом следующий раз не надо будет через них прыгать ай ты блин улитка да вот это неудобно тут места мало узкое пространство ай ладно это все упрощает все равно в любом случае анимирован человечек прикольно так вот вот тут нам явно не проползти потому что он не может бить лежа видимо специально задумали такой типа баланса на выход так что это такое и колючка блин не вижу их реально как-то не обращаю внимание наверно так спичка что ли это спичка можно что-нибудь поджечь так а что нам поджигать нам надо чуть поджечь я чуть не уверен так а тут чет тупик я вот оттуда боюсь прыгать если честно мне мне кажется мы не долетим там жизнь нарисована нет там мне кажется у персонажа нам видимо должен что-то какая-то обилка появится потом да блин так поползли ну чё не знаю надо попробовать а стрекозой что ли там что-то сделать так а здесь придется по листьям по-любому не обратно никак возможно там справа что-то можем поджечь на самом деле этой спичкой а может и нет ты узнает он давайте попробуем это просто платформа получается соли до стрекоза то ну хорошо ладно такая чё там валяется довольно длинная деревянная дощечка по идее эликсир то внешне не нужен я просто так сейчас использовала и вообще не нужно ладно нельзя было его как-то в момент алексе положить ладно давайте думать что там нас ждет теперь что-то с этой дощечкой и спичкой надо делать иначе мы дальше не пройдем этот паучков сейчас надо покромсать все враги отрисполнились за этого и следовало ожидать так наверное а то есть вот предмет доска мы использовали да теперь где-то надо быть еще спичку использовать видимо просто эти вроде бы как разработчики еще вдохновлялись серии дизи игр я видел такие игры там такое яйцо с ногами но я в них сам лишь честно не играл похоже ребят нет там что-то какой-то элемент квест вам присутствовал вот тут я вижу что же видите предмет необходимо чтобы вот пройти так дальше уровень пошел колючки было бы какая-то польза все таки от этих очков которые мы набираем пока непонятно если она может за какое-то количество что-то дадут может просто раньше же в старых играх там типа чпдл там пом какие-то эти жизни давали опа дерево типа секретка или как вот тут что-то сложно потому что паук очень быстро туда-сюда у меня про сейчас законцы от пекарс как ты можешь по таймингу конечно смогу я сейчас ага не смог ну ладно давайте пока не будем тут с этим делом извращаться колючка что можно в попытках собрать лишних жизней потратить все остальное стопа эти колючки не убиваются или это баг да вы серьезно зачем так делать прямо впритык то чтобы она то есть вот эти колючки они не убиваются только убиваются только те что падают более ну значит все не так то просто что можно реально просто за нее зацепиться вот чуть-чуть не подрасчитав нет такие вещи не очень нравится если честно да они ведь даже по цвету отличаются эти желтые и зеленые да не так то все и просто как я думал зашибись то не мегамена явно рассмотрелись что такие прыжки вот мегамени могут могли бы быть только если так ну давай проедем стрекозе пролетим одно сердечко опять осталось сейчас у кланч упаду и все блин серьезно я вот не хочу щас умирать чё здесь еще будет проход здесь что стрекоза вроде на ней можно пролететь нет а там вроде бы можно куда-то пролететь там даже а там даже аптечка есть его взять не мешало что-то напрягает меня эта игра ай да да серьезно я только что взял эту и да блин зашибись не дождался так ну может хоть это ну сохранение да вы серьезно да вы серьезно чего так есть правда о слушайте ну ладно хотя бы так слушайте чекпоинт хотя бы так но что-то прям реально меня это это покорежит ай да что ж ты лети сюда гадина долго тебя еще мочить прыжки конечно очень тут геморрой на нет конечно не по душе чуть-чуть это самое все давайте попробуем здесь вверх сходить опа это такое и мы видим какой-то предмет тоже так вот здесь то хотя бы сможем все собрать или нет так сначала сердечко ой ладно уже лучше как так ну чуть ну не знаю как то прям ну совсем сделали вот я хотел ближе подойти и прыгнуть ну то есть как бы блин зачем такие хитбоксы делать что примутся это же яма типа прям вообще перебор вот с этим вот это вот это реально я бы как-то подправил чтобы ну не знаю если ты реально них наступаешь тогда бы тебя тут тут я даже не знаю но видите то есть я просто подхожу только рядом к этой колючке она меня уже убивает я даже еще на нее по сути не наступил ну вот ну вот эту хрень я поправил честно говоря где-то просто подбешивает подойти даже предмету не можешь как бы когда тебя дамажит ну как бы если вы делаете те игру блин а зашибись людям должно быть немножко приятно в ней играть она не должна только бесить как мне кажется ну может у всех свое мнение конечно мне кажется тут бесячих моментов честно говоря хватает при довольно низкой меха но динамике самой игры то есть и медленно так идешь идешь тут умертату по визуалу не скажу что она какая-то типа сложная но вот на самом деле ведь я сложного тинка игра такая знать для терпеливых я вот не очень терпеливый так хочу здесь то у нас здесь то что у нас паук животное ну хорошо хоть тут hitbox пауком нет видите вот паук почти вплотную ко мне но он мне не задевать а вот эти колючки но это капец конечно я бы на месте разработчиков маленько пониже сделал там хитбокс этот чтобы они ну прям так сильно не зацепляли тебя это просто раздражает на самом деле мешает получать кайф от игры от нее вроде бы кайф можно получить на самом деле будь она немножко благосклонен к игроку что ли так ты чего тут запрыгнем надо лежа да интересно вообще если вы так конец уровня там я не знаю или тут просто бесконечный мир этот сюда тоже мы не можем может по рука какая-то смотреть ну-ка и мы не ваш дозор ну печаль так может быть с другой стороны мы все-таки сможем ну-ка давай чё это типа нож мощнее стал что величие так а это что такое сверху на стрекозе брать я все мы типа два удара реально как рэмбо этот блин там тоже такая фишка была так нам как-то нужно попасть на стрекозу ой зашибись тут что болеем уже эти прыжки по миллиметрам а хотя ну кстати вниз возможно и надо было душновато и прыжки так тут наверх что-то написано что надо сделать может раз то как-то отрастить нужно это да нажать чтобы отрос еще один иначе видимо никак так а здесь вот это что такое вот а как же туда попасть это получается никогда то есть нам получается надо вниз на самом деле было зря я короче это ай да тут надо что-то сделать что вон отрос листика там стрекоза не просто так было она сюда ставит вниз в целости и сохранности так ну давайте смотреть хорошо что все таки два урона сразу стало хоть полегче менее душно так это тут что-то похоже на логовый босса какой-то как мега войне серьезно босс сейчас я чувствую у нас очень быстро от приходит хочу нам ой там еще паучки сверху так подождите а чем с ним делать ах ты тварь слушай ну давайте последняя попытка сейчас я посмотри я не знаю может быть нам нужно что-то найти чем стрелять в общем я не знаю пока разберешься с этим пауком делать ну как бы может можно его в слюни отбивать нельзя так как еще вариант у нас есть нужно паучков убивать но нам надо же его видимо убить победить все-таки могу я убить так как определить что он сейчас будет стрелять или не будет были ну слушайте ну ладно можно завалить его ну просто как-то все немножко неудобно сделала так игра закончена сейчас посмотрю если вдруг это самое продолжить будет паучка а то сейчас все-таки попробуем загасить боссов я люблю мочить да надо как-то хитбокс и править в этой игре конечно потому что блин потому что непонятно можно подойти вплотную нельзя ну то есть как будто где-то ты подходишь вплотную ты сразу убивает а где надо ближе пауку надо ближе подходить до колючки блин чуть-чуть и все она тебя дамажит то есть тут надо как так вот в таких играх не важно корректировать фитбокс скажешь как-то это как определить буду стрелять или нет ай гадир сколько хоть жизней то у него блин ай или стрелять только когда а нет я подумал можно стрелять то когда я тип это далеко от него я вообще непонятно то есть когда от него ждать выстрела должен какой-то индикатор быть по идее нет тут чуть не видно посмотреть на него получше вообще нет какой-то индикации и ты не знаешь когда ждать выстрела сейчас он помню что-то лапками зашевелил вроде да что такое теперь теперь я в него врезаюсь странная тема капец то я подхожу могу бить то я подхожу я врезаюсь него и трачу жизнь странно просто странно я увижу он по лапками зашевелил шевелить лапками значит будет да да чтоб вас вот сейчас опять будет стрелять так сейчас стрелять блин тяжко с тремя жизнями конечно ладно но я все-таки вижу что это самое когда он шевелит лапками он стреляет паучки мешают паучки мешают паучки жизни не видно реально капкейдом вдохновляет что ли может мне еще слишком мало ну урона я наношу чтобы его да блин да вы серьезно какие-то мелкие пучки меня дамажит неужели неужели завалили елки-палки и так просто исчез да блин простенько простенько конечно о это что она была прыжок что ли у нас будет выше или что вроде нет силу удара так здоровье маленько подняли а че это за ботинки на тот пацан ботинок потерял какой-то пацан стоял да надо еще к нему бежать обратно ему вернуть этот ботинок да но понятно вернись трекоза вернись так на всякий случай нет нет у нас предмета ладно а а Так а где же этот, который тут стоял-то? Какой-то тоже логово получил, да? А вот он, вот он! Ну это, видимо, не его был ботинок, не знаю, кому его отдавать. Туда я не пойду, колючки, а подождите, а если наверх и налево там сможем мы? Ой, не падайте! Ой, мы сейчас умрем. Или тут всё-таки никуда больше наверх-то нельзя? Там что-то сверху есть. Ладно, сейчас посмотрим. Листик там есть, ну что-то. Не, там больше ничего нету, да? Туда нет? Не, я бесполят. Зря туда пошёл, ладно. Это было зря. Я что-то был уверен, что этому пареньку ботинок нужен. Кстати, почему-то, ну, писали бы какие-то диалоги. Ну, то есть, типа, ты подходишь к чуваку, не просто стрелочка вверх, а там, я потерял ботинок там или что-то. Непонятно. Что-то ему что-то другое нужно. А что, непонятно. Написали бы хоть. Ай! 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 Сердечко какое-то внизу. О, секрет. О, прикольно. Какая бешеная муха. Ай! 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 Ух! Ай! Вот это нехорошее место, очень нехорошее. Так. Быстрый паук. Блин, я даже не знаю. так тихо тихо не умирать все тут норовит тебя убить на удар еще не убиваются хотя у нас прокачан этот ножик до теперь понятно для чего эти баллы они показывают урон давай не хорош ситуация издох елки-палки вот нехорошее место то какое как-то по-быстрому этих пауков здесь я с одного удара не могу выносить то лучше конечно это давайте постараемся это проскочить немножко осталось гадкая гадкая муха я видимо не могу я в нее попасть да что нам высоко летает может в этом случае нужно просто приседать вот смотрите-ка мы же все-таки заработали 600 очков я набрал окажется видите слушай мне кажется мы здесь уже были или нет похожие места блин ночью не сказать что сильно до разнообразные локации можно подумать что где-то здесь ты уже бывал опа нет здесь мы не были это что за а вот то ботинок потерял а вот а 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 тут уже смотрите дом какой-то да видимо уже поинтереснее на локации хоть сменилась уже становится поинтересней игра начинает раскрываться на тоже начинаешь скучать вы за этих локаций за что-то таков лесных можно залезть что ли ну-ка ну-ка в дом до подвал вами подвал визуально все вот это сейчас прям для флэшбеки по игре там и джерри вот прям чувствуется там паутинки тоже были нужен мой отчитан становись чуть не убил меня прикиньте ключ какой-то медный ключ этим можно открыть деревянную дверь да понятно тут какие-то гвозди торчат реально напоминает том и джерри эх бахнули нас так на ключ его взяли иначе мы можем пойти в другую сторону ну-ка давай иди сюда ах фигом как быстро шустро это да ёлки да серьезно серьезно не серьезно игра закончена так ладно ну я думаю на этом мы и будем заканчивать очень такая она душно ватенькая какая-то да но видно что да действительно вдохновлялись такими играми типа как чип и дэйл немножко да ну гораздо сложнее сделать чем тут чип и дэйл мегамэн чувствуется да и что ты метроид ваня то что туда-сюда ходишь типа предметки собираешь вот и том и джерри вот это реально напомнила мне сейчас эта локация этот подвал вот в принципе игрушка интересная в нем нам хорошо было в портативе поиграть на комнате свеча ну возможно будут релиз сейчас помню только на пк она вышла да вот но возможно когда-нибудь будет но пожелаем разработчикам удачи вам ребят ваш мини пишите в комментариях как вам игра понравилось не понравилось визуально стали бы в нее играть вот она это у меня все с вами была нет звука до новых встреч